Музыка Через неделю после начала войны мальчиков-студентов МГУ отправили в сторону Смоленска. Мы высадились недалеко от реки Десна, вдоль которой нам предстояло строить линии укреплений. Для городских мальчиков, в жизни не державших лопату в руках, это было тяжелым испытанием. Несколько студентов с моего родного исторического факультета вышли из строя и до нашего возвращения в Москву лежали по крестьянским избам в большом селе Скопоть. В Скопоте мы впервые увидели живых фашистов. Недалеко от этого села немцы сбросили парашютный десант. Он был окружен красноармейцами и взят в плен. В начале августа мы, вернувшись с трассы, стояли у дороги. А мимо нас под конным конвоем вели несколько десятков пленных. Рядом с нами стояли жители села. Никто не проронил ни слова в адрес захватчиков. Война еще только начиналась. О зверствах гитлеровцев еще не было известно. И еще не было в людях того ожесточения и ненависти, которые пришли в наши души позднее. Мы верили, что немецкий народ не виноват в действиях своих правителей и что скоро немецкий рабочий класс восстанет и придет на помощь своим советским братьям. Но время шло. А о каком-либо серьезном сопротивлении Гитлеру мы так и не услышали. В середине августа нас начали отправлять в Москву. Когда мы утром вышли на площадь Киевского вокзала, мы услыхали по радио очередную сводку Советского информационного бюро. Вчера наши войска оставили город Смоленск. Так для нас, студентов, началась эта самая тяжелая в российской истории война. Продолжение следует...